Всем привет, ребят, господа, видеографы, видеооператоры, бракоделы, в общем, кто угодно. Сегодня поговорим о теме, которая меня просто изо всех щелей донимает, потому что все пишут чувак, как ты можешь выпускать видео на какие-то другие темы, если вышла Sony A7S III? Ну вышла и вышла, как бы сказал Артемий Лебедев. Я вообще не понимаю, откуда столько возбуждения на этот счет. Точнее, я понимаю, откуда у вас это возбуждение, я не понимаю, почему вы считаете, что у меня должно быть какое-то нестерпимое желание рассказать об этой камере. Лично мне эта камера абсолютно бесполезна и не нужна. Я поделюсь с вами мыслями об этой камере, как вы меня просили. Какие мысли? Я не буду вам сейчас рассказывать о характеристиках, вы и так их знаете на зубок, все уже посмотрели, все поняли, разжевали. Сейчас я просто расскажу, почему эта камера для профессионального видеопродакшена неприменима, ее никто не будет использовать, а также почему в любительском сегменте она точно так же будет мало востребована. Давайте начинать. Для начала я спрошу вас, вы знаете, какое самое главное требование к профессиональному видеооборудованию, к съемочному оборудованию? Это надежность и отказоустойчивость. Никто никогда ни на каких серьезных съемках не будет применять камеру, у которой есть перегрев. Ни Canon R5, которая перегревается за 20 минут или за 15 минут, ни Sony A7S III, которая перегревается через час или через 30 минут, судя по некоторым тестам. Никогда эти камеры не будут использоваться для сколь угодно серьезной работы. Потому что когда у вас смена стоит несколько десятков тысяч долларов, а иногда и сотен тысяч долларов, если мы говорим о голливудских фильмах, то никто не будет рисковать такими деньгами и использовать камеру, которая просто может выключиться в любой момент. Это в принципе исключено. Поэтому Sony A7S III, она в принципе не годится для серьезного, хорошего продакшена. Вы можете снимать на нее клипы, да что угодно на нее можете снимать. Снимать вы можете что угодно, но ее не будут применять на серьезных крутых проектах. Потому что в этом сегменте, если мы говорим в этом ценовом диапазоне, все снимается на Blackmagic, на Blackmagic и Pocket. Если бюджет позволяет, берут Урсу. Но если хочется снять все по красоте, просто берут в рентале Red или Ari. Вот и все. Никто не будет ставить под угрозу съемки из-за возможности перегрева. Вы можете пускать сопли пузырями и кричать, что часа съемки этого вполне достаточно и никто не снимает больше часа. Ребят, вы наверное никогда не были на съемке фильмов или клипов. Я вам объясню, как это происходит. Вот камеру поставили, ее включили и она может не выключаться час до того, как еще начали снимать. Потому что просто камера стоит, она включена. И настраивают свет. Настраивают свет. Нужно видеть, какой свет в кадре. То есть камере не обязательно снимать час. Она может снимать там 2 минуты или 30 секунд. Но она будет стоять включенной и будет передавать видео. Передавать видео на плейбэк. Если вы смотрели мой выпуск про камеру Canon R5, где официально представитель Canon говорит, что неважно снимает у вас камера или не снимает. Если у вас идет изображение сенсора, его обрабатывает процессор, то все равно камера нагревается. И точно так же это и на камерах Sony. Да, они могут перегреваться не через 20 минут, а через 40. И я прекрасно понимаю, что большинство из вас, кто сейчас смотрит это видео, это просто свадебные бомбилы и съемщики утренников. И я сам через все это прошел. Я не то, что я такой там заносчивый. Я все это познал, видел и слава богу ушел от этого много лет назад. Потому что я понял, что в этом нет будущего, нет развития, нет никакого творчества. И для вас, конечно, Sony A7S III это предел мечтаний. Потому что все хотели, чтобы было 4К 60 кадров в секунду и при этом был автофокус. Вот, например, у меня на Blackmagic, на которой я снимаю тупо часами, часами, без всякого перегрева я все снимаю в 4К 60, как вы можете видеть, уже несколько лет. Вот на ней нет автофокуса. Парит это меня по большому счету? Нет, потому что эта камера у меня для определенных задач, для съемки в студии. Я не снимаю на нее утренники, не снимаю на нее свадьбы. И я прекрасно понимаю, что вам хотелось получить вот такой вот инструмент, и вы его получили. Вы его получили, вы ждали 3 года или 4, там уже забыл. В общем, все ждали, когда выйдет Sony A7S III. Но она вышла, и что? Вы ее купите? Нет, вы ее не купите. Потому что у вас просто нет денег. Потому что на свадьбах сейчас только не набомбить. Ну вот вышла эта камера, хорошо, она очень крутая и классная. Но у вас все равно нет на нее денег. К тому же с курсом доллара, который сейчас опять растет, я думаю, что там в России ее, сколько она там, 350 стоит? Я думаю, что она реальности будет стоить вообще там тысяч по 380. И какой мы делаем вывод, друзья мои? Что те самые люди, которые били кулаком себя в грудь и орали, что Sony сейчас придет и всем накажет, вы все равно продолжите снимать на свои. Sony 6400, эти убогие. Или, например, на Sony A7 III. Sony A7 III это отличная камера для свадебщиков. Это камера для свадебного поливалова с хорошей картинкой, с хорошей бакешкой, с хорошим автофокусом. Конечно, соневские болеводные цвета это отдельная история. Но тем не менее, вы все ждали Sony A7 III, а по факту предел ваших мечтаний будет Sony A7 III, которая сейчас немного подешевеет. И это правильно. Потому что для ваших задач эта камера отлично подходит. Sony A7 III. Отличная камера для съемки свадеб. А Sony A7 III это камера, которая может много чего, но непонятно, для кого она нужна. Для серьезных крупных продакшенов она не подходит, из-за того, что она перегревается, она нестабильна. И опять же, для того, чтобы получать с нее RAW сигнал, RAW сигнал, вам нужен рекордер. Нахрена мне это нужно, когда я могу просто на Blackmagic это все снять? Автофокус? Согласен. Но сейчас RED выпустила свою камеру комода, которая сейчас там в ограниченном тираже. И там фазовый автофокус. Да, естественно, он гораздо хуже, чем на Sony A7 III. Но это кинокамера. И RED комода, кстати, судя по тестам и по картинке, не очень классная камера. Но в любом случае, это кинокамера. И ее будут использовать. Даже пусть она по качеству картинки будет уступать Sony A7 III. Ну, может такое быть. Но при этом Sony A7 III не будут использовать на съемках кино, а RED комода будут. Потому что это кинокамера, стабильная и надежная. Со всем набором необходимых профессиональных коммутационных разъемов, которые применяются в кино уже, ну, десятилетиями. И знаете, что я еще заметил? Больше всего рвут тельняшку на груди в вопросах отстаивания чести того или иного бренда как раз те самые нищеброды, которые не могут накопить на Sony 6400 или на такую же какую-нибудь дешевую камеру. Они лучше всех знают все технические характеристики и кричат, что вот придет Sony, уделает Canon. Или наоборот, придет Canon и он всех уделал. Но по факту ваша жизнь и ваши съемки никак не меняются от того, что Canon может снимать 8K, а Sony может снимать 4K 60 кадров в секунду без перегрева около часа. Никак не меняется, потому что вы снимаете на дешевые камеры. И вместо того, чтобы заниматься свадебным поливалом, съемками каких-то утренников, вы бы лучше свои силы направили не на упражнения в красноречии в комментариях на YouTube, а на то, чтобы придумать какое-то свое дело, которое вам бы приносило какой-то пассивный доход. И, кстати, в нашем поле, да, вот в нашем ютуберском, тех ребят, которые рассказывают о съемке видео, у вас просто готовые примеры. Меня часто просят там прокомментировать или высказаться, ну, естественно, просят высказаться негативно насчет там ребят, которых вы все прекрасно знаете, которые там впаривают вам какие-то курсы, ну, впаривают в кавычках, как вы это пишете. Я считаю, с точки зрения бизнеса, все те, кто перестал снимать и занялись инфобизнесом, молодцы. То есть это нужно понимать. Ребята поняли, что занимаясь съемками, занимаясь продакшеном, много денег не заработаешь, и роста в этом не будет. А занимаясь инфобизнесом, занимаясь блогерством, ютуберством, это деньги, это пассивный доход. И поэтому все блогеры из нашего цеха, у кого есть мозг и есть какие-то амбиции, они давно уже перестали заниматься съемками. Они либо учат вас, как нужно снимать, либо, например, как моя ниша, я никого, ничему не учу, я просто делаю вам честные, качественные, подробные обзоры. Вот, собственно, все мои мысли насчет Sony A7S III с моей точки зрения, да, с моей колокольни, как я это вижу. Для меня эта камера, ну, она мне не нужна. Не так, не этак. Я прекрасно понимаю, что эта камера найдет свою нишу, потому что есть ребята, которые снимают в путешествиях, тревел-блогеры, когда не нужно снимать большое количество видео, длительного, да, но нужно делать это красиво, делать какие-то биролы. отлично, супер. Мы говорим про профессиональное использование. Но серьезным продакшенам эта камера не нужна. А для любительского сегмента эта камера дорога, и она избыточна. Все равно все обрадовались, что да, Sony наконец-то вот смогла, выпустила, но будут снимать на более дешевые камеры Sony там или что угодно. Но если вы хотите действительно расти в том, что вы делаете, не свадьбы снимать с утренниками, а снимать музыкальные клипы, дорогую рекламу, в общем, расти в этом. Потому что снимать видео интересно. Особенно интересно, когда все сделано там по уму и нормально, а не на коленке собрано из говна и палок какие-то светильники из Леруа Марлен. Это, кстати, очень популярные ролики среди аудитории бракоделов. То есть люди там с пеной у рта доказывают, что им не нужен 8К длиннее 20 минут, но при этом даже свет себе нормальный купить не могут, а покупают какую-то RGB ленту или какой-то светильник в строительном магазине и пытаются что-то смастерить. Так вот, ребят, если вы хотите развиваться, то вам не камеры нужно покупать, а свет, нормальный, качественный свет. Потому что если вы сразу проинвестируете в свет, он с вами будет навсегда. Потому что если вы купите качественный прибор, вам и через 5 лет, и через 10 лет его менять не придется. Ну, если у вас его не украдут, вы его там не разобьете и не сломаете. Поэтому хватит уже задротствовать по поводу этих 8К, 4К. Уже слышать это не могу, просто тошнит. Все, кому нужен был 4К, 60 или 8К, он у них уже есть. А если у вас его до сих пор нет, то значит он вам и не нужен. Конечно, то, что у вас нет камеры вашей мечты, может быть вызвано несколькими причинами. Например, одна из причин, не то, что она вам не нужна. Вы хотите, хотите себе классную камеру, но у вас нет на нее денег. Ну, какой из этого вывод? Значит, то, что вы снимаете, не приносит вам денег. Зачем вы тогда это снимаете? Просто, чтобы выжить, чтобы хлебушек есть с маслицем. Вы ради этого занимаетесь съемками? Чем тогда это отличается от работы на заводе или работы в колл-центре? То есть вам нужно либо перестать снимать какую-то дешевую шляпу, либо просто перестать мечтать о топовых камерах. Потому что, если вы снимаете дешевые ролики, выполняете дешевую работу, то зачем вам крутая камера? Я вообще из видео в видео говорю, отвечая на ваши комментарии, когда мне спрашивают, какую мне камеру купить, чтобы там снимать какие-то крутые рекламные ролики и клипы. Я всегда говорю, возьми Blackmagic, стоит копейки, картинка топ. Ну, оказывается, что этот человек просто в комментах написал, что он там рекламы, клипы будет снимать. А на самом деле он будет снимать поливалово какое-то, какие-то корпоративчики, мероприятия утренние. И там без автофокуса ему не обойтись. И он все равно идет и покупает какой-нибудь там Canon 90D или Sony 6400 и потом плюется от нее. И при этом сам понимает, что вляпался, потому что камера это абсолютно конченная. Но он же себе в этом не может признаться, он себя убеждает. Да нет, да нет. Находит всякие там каналы, где все очень радуются сонечком. И все, он попадает в свою среду единомышленников, где ему говорят, да Sony это супер камеры, это лучшие камеры. А на самом деле у них цвет, картинка полное дерьмо. Я, кстати, очень надеюсь, что на Sony A7S III изменили Color Science, потому что если он остался такой же, как и раньше, то от этих камер нужно просто бежать. Так, ладно, бедолаги, на сегодня у меня все. Агрессивные комментарии, оскорбления можете даже не писать, потому что будьте забанены моментально и навсегда, естественно. Потому что в моем доме, мой YouTube канал, это мой дом, какие-то посторонние люди гадить не будут. Никогда. Поэтому вы можете плакаться в комментариях на других каналах, что я вас забанил. Да, я баню долгов и буду делать это впредь. Но, конечно, я понимаю, почему обиженные хейтеры такие злые становятся. Потому что кризис, денег нет, на свадьбах и на утренних уже не набомбишь, мозгов на что-то большее не хватает. Приходится выбирать, что себе, джинсы купить или, может, подгузники ребенку. А жена говорит тебе о том, что ты размазня и неудачник. Но тебя это все, по-моему, мало беспокоит. Тебе главное, что там выпустила Sony и будет ли она бить Canon. Ну, собственно, о чем с такими клоунами разговаривать. И, кстати, на моем втором канале было видео про хейтеров. И основная мысль этого видео, что даже самый тупой отбитый хейтер все равно приносит тебе деньги. Это не может не радовать. То есть, вот хейтер тебя ненавидит, гневается на тебя, везде тебя там обсирает, где-то на других каналах. Но все равно ты на нем зарабатываешь. И это очень приятно. Потому что я зарабатываю на тебе, бэдлан ты конченый, а ты зарабатываешь, снимаешь утренники. Вот я сплю, а ты мне приносишь деньги. Ты даже не понимаешь, как это работает, потому что ты тупой. Все, что ты можешь, это снимать утренники и вопить в комментариях по поводу того, что Sony это крутые камеры и ты не умеешь проявлять лог. Сказочные дебилы. Так что боюсь, Sony A7s3 мало кому светит и мало кому будет доступна. Но на сегодня все, ребят. Всем пока.